МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Из бараков в комфортные квартиры. В Республике приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. Убийственный коктейль. Трое жителей скончались от отравления метанолом. Выше цена, чище вода. Для чебоксарцев поднимут тарифы на воду. В Республике приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. За это время необходимо предоставить новые квартиры трем тысячам жителей. Сносить ветхие дома продолжают и в столице Чувашии. Работы ведутся активными темпами. Подробности в следующем материале. Более 250 семей из Чебоксар в ближайшее время справят новоселье в благоустроенных квартирах. Все они переселенцы из аварийного жилья. В столице республики предстоит снести 22 барака. Эта работа уже началась. У нас уже строится. Часть жилья уже передали. И районы уже распределяют. До конца года мы должны, конечно, программу тоже. Но часть, наверное, скорее всего, если строитель не справится, перейдет на первый квартал 2016 года. Без жилья не останется никто. Необычная подробность. Ключи от новой квартиры получит житель столицы, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии. Дом сносится. Уже всех переселили. Остался один он. Но, тем не менее, мы уже решение приняли о предоставлении ему жилого помещения. В 2016 году он освобождается. Для него уже жилье готово. Всего в республике необходимо снести 850 аварийных домов, в которых проживают более 13 тысяч человек. Пять муниципалитетов уже реализовали эту программу. Это в Красночитайском, Янтиковском районах, Яльчиках и Батревском районе. И в одном городском округе, городе Новочебоксарский. На сегодняшний день перелеселено 1262 человека из 491 жилого помещения. Второй этап завершили в 8 муниципальных образованиях. Из 21 это в Аликовском, Козловском, Маринскопосадском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Шамуршинском районах и городе Канаше. Реализацию этой программы держит на контроле и глава республики. Переселить всех нуждающихся в новые квартиры муниципальные власти обязаны в отведенные сроки. Республиканская адресная программа и по республике, и по муниципальным образованиям, конечно, она утверждена. Поэтапно все расписано. Первый этап, к сведению, хочу сказать или напомнить, мы завершили. Второй этап в работе отдельное муниципальное образование. Мы завершили выполнение своих целевых показателей по переселению жителей, семей с аварийного жилищного фонда, которые были признаны на 1 января 2019 года аварийными. Разные рабочие споры возникают, соответственно, с фондом, который на уровне правительства обозначен как уполномоченным органом по проведению этих мероприятий. Касаясь вопроса финансирования, никаких проблем не было и нет. Решить проблему с аварийным жильем полностью в республике необходимо через два года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Откуда берется чистая вода в кранах, чубоксарцев сегодня показали депутатам городского собрания. Они посетили водоканал. Будут ли теперь народные избранники пить из-под крана и почему необходимо повысить тарифы на воду, расскажет Ольга Пырочкина. Для очистки воды уже давно не используют хлор, перешли на гипохлорид натрия. А он и безопаснее, и обеззараживает лучше, начал рассказ директор водоканала для депутатов Чубоксарского городского собрания. Я пью из крана. Я вам сегодня могу демонстрировать, всем демонстрирую, что я доверяю лабораторию, потому что у нас стоят контрольные приборы. Они постоянно мониторят. Все, качество воды соответствует. Конечно, есть и в сетях где-то в южном районе, там, да, сети изношены. Отсюда вот вода до источника, до последнего потребителя идет 24 часа. И чтобы она в течение 24 часов соответствовала, нужно ее постоянно поддерживать. То, что воду можно пить из-под крана, еще не означает, что на водоканале нет проблем. Первая всплыла на первом же объекте, в хлораторной. Еще в конце прошлого года реагенты для обеззараживания воды подорожали. Если гипохлорид производят чувашский химпром, и по цене еще можно договориться, то расходы на привозной сульфат аммония выросли почти в два раза. От него, конечно, не откажутся, однако это уменьшает другие статьи расходов. Ремонт, модернизацию. В помещениях, где вода фильтруется и отстаивается, тоже не все гладко. Перила не меняли уже 14 лет. Ремонт таких, казалось, мелочей тоже требует денег. Заработная плата на водоканале ниже, чем в среднем по отрасли. Как следствие, молодежь работать не идет. Между тем, специалисты водоканала посчитали, сколько должен стоить куб воды для населения, чтобы у предприятия оставали средства на ремонт сетей и модернизацию системы водоснабжения. У нас самый низкий тариф в Приволжской федерации, в городе Чебоксара, это водоснабжение 13 рублей 39 копеек. В соседних городах у нас тарифы достигают и 27 рублей, и 30 в некоторых городах. Экономический обоснованный тариф у нас составляет намного выше. Практически, если бы мы вышли на экономический обоснованный тариф, у нас бы тариф, если бы нам утвердили, он был бы 30 рублей. Ну как практически в регионах. Поднимать тариф на 100 или даже 50 процентов, разумеется, никто не будет. Но некоторое повышение горожан все-таки ждет. Пока приблизительно до 16 рублей 70 копеек. За счет того, что мы сейчас предусмотрим эту инвестсоставляющую, там она будет порядка 2,5 рублей в тарифе за куп воды. Это, в принципе, не такая уж и большая цифра, но за счет этих средств мы сможем уже порядок приводить в наши сети. К сведению, проблемы водоканала теперь примут и депутаты. Сооружение, в действительности и все аппаратуры, двигатели требуются замены, постоянной модернизации. В действительности требуется огромных вложений. Мы депутатским корпусом, работа это наша, комиссия наша. Конечно, будем смотреть и утверждать планы работы по бюджету на следующий год. К сожалению, тариф будет поднят, но это все оправдано. Это все ради благих целей, ради, в первую очередь, наших горожан. Сейчас будет обсуждение, я думаю, там поднимутся какие-то вопросы. Я бы хотел задать вопрос руководству водоканала. Нет ли какой-то возможности у учреждения дополнительно зарабатывать средства? Они занимаются водой. Как мы знаем, сегодня многие заказывают домой бутылизированную воду. Во всех офисах стоят кулеры. Не всегда эта вода бывает из артезианских скважин. Иногда это просто высокоочищенная вода. Есть и хорошие новости. По федеральной программе здесь строится комплекс по переработке осадка. Это означает, что водоканал прекратит забрасывать любые остатки, которые остаются после очистки в Волгу. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня Госдума России рассмотрела во втором и третьем чтении изменения в законопроект о ветеранах. Изменения предусматривают распространение статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Республике Таджикистан в 92-м и 97-м годах. Эти изменения касаются 33,5 тысяч россиян. Какими соображениями руководствовались парламентарии, рассказала депутат от Чувашии Алена Аршинова. Для меня очень важно, как для дочери военнослужащего, который проходил службу вместе со своими сослуживцами, не выполнявшего боевые задачи в Республике Таджикистан, в указанной законом период, что они смогут получать удостоверение ветеранов боевых действий. Сегодня мы полностью во втором и третьем чтении приняли закон о ветеранах, в части распространения статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, которые выполняли особые задачи по восстановлению мира, поддержанию правопорядка, обороне конкретно таджикской афганской границы. Потому что там ставили задачи по стабилизации обстановки, охране и обороне важных гособъектов, когда было чрезвычайное положение и вооруженный конфликт на территории Республики Таджикистан. И поэтому, конечно, очень важно, что эта проблема решится. Я еще эту проблему поднимала перед министром обороны Сергеем Кузьгедовичем Шойгу, еще буквально два года назад, в 2013 году. Очень здорово, что они нас поддержали. И сегодня мы практически единогласно с коллегами проголосовали за этот закон. Конкретно группа депутатов, в том числе и я, работали над тем, чтобы этот закон был принят. Поэтому я знаю точно, что это важно, в том числе и для Республики Чувашия. Ко мне приходили молодые люди, которые говорили о том, что они отслужили там вот в это время и, к сожалению, пока что не могут добиться получения удостоверения ветеранов боевых действий в связи с отсутствием соответствующих записей об их участии в боевых действиях. Конечно, мы проработали этот вопрос и тогда поняли, что, во-первых, таких записей не могло и быть, потому что это были задачи и секретные, а сейчас, собственно, эта несправедливость уже можно считать, что устранена. Но, конечно, эту тему нужно довести до конца, потому что будем считать, что задача будет выполнена, когда все 23 тысячи военнослужащих России, которые до сих пор не могли воспользоваться этим правом, получат такие удостоверения. Данный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. Свой день рождения партия «Единая Россия» решила отметить встречами с гражданами. 1 декабря в Чувашии откроется более 450 площадок. В столице, помимо региональной общественной приемной, будут работать и 26 дополнительных. Встречи пройдут в разных населенных пунктах республики. Единому дню приема граждан была посвящена и пресс-конференция. Принимать вопросы и обращения от жителей Чувашии будут 25 депутатов Государственного совета и 35 народных избранников Собрания столицы республики. Здесь региональный общественный прием с 10 часов 1 декабря у нас будет вести прием еще раз Николаев Вадим Иванович, член Совета Федерации, Николай Владимирович Малов, наш секретарь регионального отделения партии. С 12 часов до 14 в региональном общественном приемном буду вести прием я. С 14 до 16 часов Черкесов, Леонид Ильичевский, городского отделения партии. И с 17 часов глава города Чебоксары Алексей Олегович Ладоков. В районах республики наибольшее количество площадок планируется в Канарском, Цивильском, Вурнарском районах и городе Новочебоксарске. Причем с учетом графика приема обещал Николай Малов, депутаты всех уровней, по желанию жители Чуваши будут готовы выехать в любой населенный пункт. Практика общественных приемных, она оправдывает себя. Понятно, что это не значит, что со всеми проблемами должны идти в общественную приемную, так как непосредственно на местах, в муниципалитетах есть наши представители, есть приемные. Многие вопросы можно и нужно решать на местах. Обращения в общественные приемные фиксируются, а результаты контролируются, говорят в региональном полицовете. Недавно в нашем эфире мы рассказывали о долгожданной квартире, которую благодаря обращению в приемную удалось получить девушке-сироте. Ежегодно регистрируют около 5000 обращений, из них 80% в городах и районах. На первом месте это вопросы жилищно-коммунальных услуг 17,6%, вопросы обеспечения жильем 16%, 13,5% это вопросы социального обеспечения населения, почти 12% это вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи, и вопросы здравоохранения у нас на пятом месте. В общественную приемную можно обратиться и по онлайн-связи, а все площадки 1 декабря будут работать до последнего посетителя. Желательно записаться заранее, чтобы была возможность проработать вопросы, но на прием сможет попасть каждый желающий, заверили журналистов на пресс-конференции. Трое жителей Чувашии скончались, отравившись алкоголем. Элитный ром содержал не этиловый, а метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, молодые люди приобрели ром не в магазине, а с рук. Стоимость такой бутылки составляла около 200 рублей. Буквально на следующий день в БСМП были госпитализированы парень и девушка 22 и 20 лет. В районной больнице молодая женщина 30 лет. Диагноз у всех один – острое отравление метиловым спиртом. Поступили в тяжелом состоянии и довольно-таки поздно. У них были симптомы отравления, которые трудно было различить. Метиловый спирт является сильнейшим ядом. Он вообще называется древесный спирт. Летальная доза, то есть смертельная доза, его 100 мл. Поражаются все органы, в первую очередь центральной нервной системы, почки. И возникают при запоздалом лечении тяжелые осложнения, часто и чаще всего, которые заканчиваются летальным исходом. Следствие выяснило, что суррогат был приобретен у одного и того же человека. Сейчас подозреваемые и трое его сообщников задержаны. Алкогольную продукцию продавали без соответствующей лицензии на территории республики в Чебоксарах и Алатаре. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий. Проведено 10 обысков, в ходе которых изъято свыше 900 коробок со спиртосодержащей продукцией, которая в настоящее время направлена на судебно-химическую экспертизу. Также в целях экспертного установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас следователями предпринимаются необходимые меры по установлению источника происхождения указанного контрафактного алкоголя. Также принимаются меры по установлению всех точек сбыта этой алкогольной продукции, а также изъятию ее из незаконного оборота. Медики и правоохранители в один голос говорят, нужно внимательно относиться к покупке алкоголя, проверять наличие документов, приобретать в специализированных местах. Низкие цены должны вызывать подозрения, а не желание купить. Пренебрегая простыми правилами, можно лишиться самого главного – жизни. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Чувашии прошел единый информационный день. На встречах в коллективах члены правительства и руководители федеральных органов власти обсудили вопросы и задачи, которые предстоит решать в год человека труда. Кроме того, речь шла о подготовке к всероссийской сельскохозяйственной переписи, проблемах серого рынка труда. Члены информационных групп провели прием граждан и ответили на их вопросы. На каких условиях сельская молодежь готова жить и работать на родине, а городская – поменять прописку? В первую очередь, это интересная и хорошо оплачиваемая работа. Герои нашего следующего сюжета пока учатся, но уверены, что их труд будет востребован и вознагражден. Профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства нельзя назвать редкой. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей этой профессии, несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало. Работать на земле нелегко, здесь нет временного регламента, но если вкладываешь душу, результат налицо. Поэтому все больше становится крупных комплексов и фермерских хозяйств, где всегда нужны профессионалы. Сельское хозяйство становится все актуальнее в наше время. И с детства тоже я был, ну как бы дружил с техникой, интересовался всем этим. Мне эта специальность по душе. Самое сложное – нужно знать все технологии возделывания каждой культуры, соблюдать все правила обработки почвы, ну, к примеру. Знать хорошо технику при поломке, ну они, конечно же, будут в ходе работы. Нужно не растеряться, ее устранить. Хочу получить хорошие знания, хорошо окончить учебу, в дальнейшем по этому же профилю найти хорошую работу, ну и двигаться дальше. Иван Егоров тоже с детства проводил все время с железками. Теперь занимается этим под присмотром педагогов. Мне нравится автотранспорт, ну и хотел связать свою жизнь с сельскохозяйством. Самое интересное в этой профессии – как работают двигатели, как устроены комбайны, трактора. У современной модификации трактора немало навесного оборудования. Машинист должен разбираться и в этом. Ребята с удовольствием осваивают смежные специальности, чтобы быть универсалами. Немаловажна и материальная сторона вопроса. В сельской местности тракторист может зарабатывать больше, чем в городе директор магазина. Так что не все уезжают из села в город за легким рублем. Бывает и наоборот. Как у этих ребят. Анастасия Алексеева, Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Москве прошло Всероссийское совещание Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения и территориальных органов МВД субъектов страны, а также подразделений компаний Росавтодор и РЖД. Оно состоялось в режиме видеоконференции. В ней приняли участие и сотрудники Чувашской госинспекции безопасности дорожного движения. Вопросы безопасности обсуждают на каждой онлайн-встрече. Основные темы конференции – это безопасность на дорогах федерального значения и на железнодорожных переездах. В первую очередь обсудили проблему оперативной передачи данных о ДТП на федеральных трассах между Центром специального назначения и Росавтодором. 18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. Дату рождения Деда Мороза придумали дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине Великому Устюге в свои права вступает настоящая зима. В Чебоксарах морозов пока нет, но подготовка к Новому году и зимним каникулам уже началась. Горожанам предлагают активный отдых. Главную елку Чувашии установят на площади Республики. Ее высота 25 метров. Оформят ее звездами с национальной символикой. На Арбате появятся световые ворота, а в Парке Победы – световая аллея. Все будет выдержано в едином стиле. Зимой горожанам скучать не придется. Будут организованы разнообразные места для отдыха и развлечений. Самый большой открытый каток зальют на Красной площади. Там же распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. Вновь откроется новогодний бульвар, где можно будет приобрести праздничные угощения и подарки. Кстати, чебоксарцы могут сами выбрать новогодний слоган. Для этого нужно проголосовать на официальном сайте Управления культуры, либо в социальных сетях. Сегодня в Чувашском государственном университете второй раз разыграли кубок ректора. В борьбу за него вступили будущие абитуриенты из девяти школ Республики. Что ожидало участников на очередном празднике спорта, смотрите в нашем следующем сюжете. На соревнованиях встретились будущие выпускники и студенты-первокурсники ЧГУ. Их ожидали одни и те же испытания. Бег на 50 метров, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол и шашки. По итогам всех соревнований сильнейшая команда покинет стены вуза, держа в руках кубок ректора университета Андрея Александрова. Конечно, основная цель – это привитие навыков здорового образа жизни для наших детям, ученикам, студентам. Но и вторая важная задача, вторая цель – это помочь узнать университет, подружиться с теми, кто уже учится в нашем вузе и, соответственно, сделать впоследствии правильный выбор. На равных соревновались не только школьники и студенты первых курсов университета. Футбол, как и в прошлом учебном году, сыграл сам ректор. Игра получилась захватывающая, да и сами соревнования удались. Делились впечатлениями участники. В Чигу мы еще не были, но мы были в игре, тоже было наподобие такого соревнования. Мы приехали, ну мы первый раз, мы третий год только играем в волейбол, но мы надеемся, хоть и не первый, но хотя бы что-то узнать. Я пришел сюда, чтобы побеждать, но, к сожалению, я прибежал вторым. Не получилось, пришел поддержать свою школу и на этих соревнованиях уже участвовал. Просто решила попробовать себя, потому что занимаюсь спортом не так давно. Но хотела проверить свои силы и оценить все. Возраст не имеет значения и соперников недооценивать не нужно. Подобные соревнования на Кубок ректора Чувашского государственного университета будут проходить дважды в год. В прошлом году главный трофей достался Новочебоксарской гимназии номер 6. Сейчас же он был передан ученикам 61-й школы города Чебоксары. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова